Здравствуйте! Это программа Оренбуржия «Вектор развития» и мы вновь готовы с вами поделиться с последними новостями регионального образования. Совсем немного времени осталось до сдачи итоговой аттестации. К ЕГЭ готовится почти 30 тысяч выпускников 11-9 классов. И в этом году не обошлось без ношеств о том, что ждет учеников на экзамене. Смотрите в нашей программе. Для сдачи ЕГЭ создадут новые условия. Они станут наиболее жесткими. Об этом заявили в областном министерстве. На пунктах проведения экзамена появятся металлоискатели и сотрудники полиции. Школьникам запретят не только использовать мобильный телефон во время экзамена, но и вообще иметь его при себе. Если сотовый будет замечен, для его обладателя это будет серьезным основанием для аннулирования результатов. И сдавать итоговое тестирование придется ему уже на следующий год. На многих пунктах установят и видеокамеры. По некоторым даже можно будет системе онлайн проследить всю процедуру проведения экзамена. Этим как раз займутся независимые специалисты при Росуборнадзоре. Единый государственный экзамен будет проходить в 11 классе по 13 предметам. Ну, здесь практика достаточно наработанная у нас. И последние годы Оренбургскую область, выпускники Оренбургской области демонстрировали устойчивое, так сказать, знание материала. Надеемся, что это произойдет и в этом году, поскольку те изменения, которые теперь станут системными, в той или иной мере присутствовали на пунктах проведения единого государственного экзамена и раньше. Раньше были видеонаблюдения, а теперь это будет на всех пунктах проведения экзамена. 17 пунктов будут работать в режиме онлайн, хотя вот вчера поступило извещение, что количество это будет сокращено. Но, тем не менее, достаточно необычно для всех ребят будет присутствие видеокамеры, специальные записывающие аппаратуры. Причем отдельно отмечено, что запись должна вестись в течение всего экзамена. И если прервется запись, то экзамен может быть для всей группы ребят аннулирован. Каждый выпускник будет расписываться в специальном журнале, подтверждая таким образом, что он знаком с новыми правилами и не принес на экзамен какую-то либо электронную аппаратуру. Это сделано для ученика прежде всего, потому что мы, организаторы единого государственного экзамена, не раз и не два сталкивались с ситуацией, когда, в общем-то, хорошие ребята, претендующие на высокие баллы, на золотую или серебряную медаль, вдруг с того не всего, после сдачи единого государственного экзамена в сеть выбрасывали контрольно-измерительный материал, который они заполняли. Это грубейшее нарушение, экзамен, как правило, аннулировался, и хорошие ребята, достойные выпускники, не получали аттестат об окончании средней школы. В этом году для выпускников 11 класса сочинения и экзамены по иностранному языку не будет. Сдавать английский или немецкий язык обязательным станет только в 2020 году, а излагать свои мысли по литературе выпускникам придется уже в следующем году. Министерство образования также увеличило число общественных наблюдателей. Они уже прошли обучение. Это сделано для того, чтобы ЕГЭ 2014 года прошло на высоком организационном уровне. Те материалы, которые поступят проверяющим и по итогам этой проверки будут претендовать выпускники на высокие баллы, я имею в виду 100 баллов, они будут отправляться в другие регионы, в какие я не знаю, для перепроверки. Это новшество, я так понимаю, стало следствием из-за того, что в прошлом 2013 году в отдельной территории демонстрировали сверхвысокие результаты по тем предметам, в которых они никогда не отличались. Значит, по стобальникам будут уже встречены правила. Теперь стобальник должен показать на едином государственном экзамене результат для многих предметов не ниже 65, а для вузов достаточно емких, которые имеют определенный авторитет, например, МГУ, еще и выше устанавливать количество баллов будет само высшее учебное заведение. О новшествах ЕГЭ будет уведомлен каждый выпускник. С ними уже начали работать. Министерство образования уверено, что на результатах данные условия никак не отразятся и будут достойными. По-новому в этом году сдавать экзамены будут ученики девятых классов. Эквивалент ЕГЭ для них в этом году станет обязательным. В форме ЕГЭ придется сдавать и математику, и русский. Что касается математики, то в тестировании ожидается 10 заданий. Все они разноплановые. Что касается русского языка, то там сочинения, причем несколько типов. Три из них на вольную тему. Один по теме, так сказать, учебного материала по литературе. Ну, например, по произведениям Лермонтова. Также появилась шкала оценивания. И на экзамен по математике и по русскому языку отведено одинаковое количество времени. Это 3 часа 55 минут. Но почему 3 часа 55 минут? Потому что если 4, то нужно будет кормить. Определено количество заданий по математике, я уже сказал. И четко проговорено, что в сочинении или в изложении должно быть не менее 350 слов. Если будет меньше, ну, допустим, 250, то работа не засчитывается. В Оренбурге схему поступления в ВУЗы оставят прежней. Так, по крайней мере, заверили в региональном министерстве образования. Напомню, беспокойство абитуриентов вызвали новые правила, которые с 1 января утвердили в федеральном центре. Согласно им, университетам разрешается изменить экзаменационные испытания. А это значит, что школьникам придется сдавать не те предметы, по которым готовились. Например, вместо истории придется сдавать географию. Известно, что десятки российских ВУЗов все-таки поменяли список вступительных экзаменов. А вот в Оренбургской области на такие радикальные меры решили пока не идти. Нововведения коснулись только факультеты иностранных языков педагогического университета. Поступающим придется сдавать математику, русский и общество знания. Но, как утверждает ректор педуниверситета Светлана Алешина, повода для паники нет. Ведь у поступающих даже в случае неудачи на экзаменах появляется право выбора. Наверное, есть определенная внутренняя такая паника у родителей или, может быть, даже у выпускников этого года. Но если убрать все эмоции, то мы постарались облегчить судьбу, скажем так, выпускников школ этого года. Поскольку русский язык и математика являются обязательными предметами, и без этих предметов выпускники не могут получить аттестата. То есть эти два предмета сдают без исключения все выпускники. А общество знания – это наиболее популярный предмет, который сдают тоже достаточное количество выпускников. И он и был все годы у нас во вступительных экзаменах. Почему нет иностранного языка? Почему мы приняли решение на весь профиль уйти на одни экзамены? Проанализировав ситуацию, которая сегодня складывается по Оренбургской области, трудно назвать еще окончательную цифру. Сколько заявлений подано от выпускников на иностранный язык. Но по предварительным данным, которые собирались до этого, и был такой проведен мониторинг, кто какие экзамены из выпускников будет выбирать, чуть больше 300 человек из 8 почти тысяч выпускников выбрали только иностранный язык. Поэтому мы предполагаем, что вузам было принято правильное и рациональное решение, а те детки, которые дополнительно занимались иностранным языком, или, например, химией, или биологией, эти знания им пригодятся при обучении у нас в университете. Золотой фонд Оренбуржья вновь пополнился новыми талантами. В правительстве области вновь чествовали студентов и школьников. На этот раз денежные премии получили 86 дарований. Ряды талантливых пополняются. В этом году прибавилось еще 86. Все они участники, победители областных и всероссийских олимпиад. К примеру, научные исследования Марии Танкашкур стали лучшими в стране. Ученица 10 класса уже много лет занимается пчеловодством. Насекомые, говорят, очень неуязвимы, и потому считает для себя главным изучить болезни пчел и создать рецепты для лечения. Пчелы очень вымирают сильно в настоящий период времени. Если с этим не бороться, возможно усиление продовольственного кризиса. Я думаю, что моя работа поможет бороться с самим болезнением пчел в Солилецком районе и вообще в Римбургской области. По традиции, за свое усердие в учебе и кропотливую работу талантливая молодежь получила заслуженное поощрение – денежные гранты. 18 ученикам вручили по 60 тысяч рублей, остальным по 30 тысяч. Нас немножко беспокоит то, что львиная доля ребят идет с городов крупных. И на сегодня, к сожалению, не все районы, не все отделы образования передали данные по своим ребятам. Я уверен, что много звездочек у нас живет и в сельских районах. Подготовку многих талантливых учеников сегодня берутся курировать ведущие вузы области. Тьютерское движение будет развиваться и дальше. Данное направление надежно себя зарекомендовало в регионе, как пример, высокие результаты на Олимпиадах. Из первых победителей при мне, которые уже появились кандидаты на УК, и это по-настоящему золотой фонд не только Римбожий, но и России в целом. Пример тому – разработка аграрного университета. Там придумали, как совет быстрее собрать золотое руно. Там создали специальный аппарат, который в разы сокращает время и улучшает качество стрижки. Животное при этом не испытывает болезненных эмоций. Оренбургской разработкой уже заинтересовались ведущие аграрии страны. Они посчитали, что экономический эффект будет весьма велик. Ножик подводится державкой вот сюда. Вот таким образом готовится. После этой процедуры принадлежности для стрижки овец остры как никогда. А значит, снять шерсть животного можно быстрее и без всякого нервного стресса, как для стригаля, так и для овцы. На разработку этой чудо-машины у Дениса Драницына ушло чуть более полутора месяцев. Получилось неплохо. Проект отметили в России. Он победитель конкурса научно-технического творчества молодежи. Еще бы, его аппарат поможет многим овечьим цирюльникам работать эффективнее. Ведь на заточку ножа уходит теперь 12 секунд. Выиграли мы не на уменьшении продолжительности заточки, а именно на том, что повысился ресурс. В нашем аппарате ее можно больше раз заточить до того, как ее выбракуют. Сейчас Денис работает над улучшением аппарата для того, чтобы вывести его в серийное производство. Тем более, заказчики уже есть. Выгода очевидна. Теперь затраты на стрижку овец можно сократить. Экономический эффект только в одном хозяйстве может составить десятки тысяч рублей. Да и по сравнению с импортным точильным агрегатом, на Шаримбургске в разы дешевле. На нашем аппарате можно точить не только эти ревущие пары. Эти относительно дешевые. На нашем рынке самые дешевые они. Для современных стригальных машинок используются гораздо более дорогие, и экономический эффект будет выше. Скорее всего, разработка оренбургского инженера получит патент. В планах изобретателя выйти не только в хозяйство Оренбуржи, но и за пределы области. Оренбуржцы включились во Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горящее сердце». Цель задачи проекта заключается в том, чтобы выявлять и поощрять примеры героических и отважных поступков детей, подростков и молодежи. Это могут быть не только поступки, совершенные в экстремальных ситуациях, угрожающих чьим-то жизням, но и примеры неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи, мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций, примеры социально значимых волонтерских и добровольческих инициатив и проектов. В регионах уже начался сбор информации о кандидатах на награждение нагрудным знаком «Горящее сердце», участвовать в котором могут государственные учреждения и ведомства, общественные организации, объединения, а также физические лица. Возможно, одним из победителей данного проекта станет Саша Канайкин. 14-летний мальчик спас жизнь друга. Все произошло в поселке Весеннем. Трое приятеля опрометчиво разыгрались на реке. Игры кончились, когда один из пареньков ушел под лед. Только своевременная помощь Саши Канайкина вернула бедолагу на твердую землю. Я сел на понтон, а мои друзья пошли гулять. Они толкались, игрались. Один другого толкнул, другой упал и на лед. Начал проваливаться. На льду до сих пор темнеет полынья. Вроде и место совсем рядом с берегом, но под ледяной коркой несколько метров холодной пучины. 12-летний мальчишка буквально исчез в ней. Саша вспоминает. Едва успел ухватить друга за руку. Не было никаких мыслей. Только вот страх был, что надо вытаскивать друга. Подбежал сразу и вытащил. Саша признается. Он даже испугаться по-настоящему не успел. Действовал по наитию. Его порыв без сомнения стал для друга настоящим спасением. Ведь даже несколько минут в ледяной воде – это верная смерть для ребенка. Нахождение в данной воде может привести к обморожению. Человек может потерять сознание. Также подводные течения могут затянуть человек под лед. И одежда также тянет на дно. Своей маме об инциденте Саша рассказал не сразу. Боялся, что родители станут ругаться и посадят под домашний арест. Вначале Оксана и правда пришла в ужас. Поняла, насколько рисковал сын, но потом почувствовала настоящую гордость. Я ему говорила, что в любой ситуации должен людям помогать. О такой экстренной ситуации речи не было вообще в жизни. Сашин друг от экстремального купания серьезно не пострадал. Его родители поблагодарили спасителя. По телефону. А в МЧС могут похвалить смельчака не только лично, но и в торжественной обстановке. Решается вопрос об официальном поощрении героя. И на этом все. Смотрите программу в следующий четверг в это же время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok